Всем привет, вы на канале CastNemrc. Ну что же, настало время дронов на моем канале. Давно у меня в голове летала одна мысль. Хотелось собрать коптер для съемок. Но не обычные фантомы типа Mavic и прочие стабильно летающие камеры. А именно что-то такое быстрое, с крутыми ракурсами, с большими возможностями. Конечно же, такую съемку сможет провести только гоночный дрон. И я задачился выбором. Выбор мой пал на коптер для фристайла. Это наиболее подходящий коптер для моих задач. И начался долгий подбор комплектующих. Так как тема гоночных коптеров для меня совсем новая. Поэтому я воспользовался помощью старших товарищей. Большое спасибо Аннику с канала Annyk FPV. Он реально помог. У него есть очень классные видосы. Я ссылочку на его канал оставлю в описании. Заходите, смотрите. Если вы хотите начать заниматься дронами, то, по-моему, это один из лучших каналов, который вам все расскажет, разжует по полочкам. Особенно во время выбора комплектующих. Собственно говоря, на его видосах я и основывал свой выбор. Итак, давайте подойдем поближе. Посмотрим, что же я выбрал. Подборку комплектующих я начал с рамы. Смотрел много разных вариантов, но один мой друг посоветовал мне посмотреть раму револьвер. Это рама револьвер версии 2.0 от компании Uniframes. Uniframes это наши отечественные ребята, которые пилят очень классные, очень крутые рамы. Была первая версия. И сейчас они выпустили вторую, более модифицированную. Особенностью этой рамы является то, что они используют в лучах однонаправленный карбон. Рама имеет очень толстые лучи, 4 мм. Жесткость просто колоссальная. Как бы я ее не гнул, у меня не получается ее согнуть. Качество к сборке очень хорошее. Собирал ее в свое удовольствие. То есть, все детальки стыкуются просто идеально. Весь крепеж есть в комплекте. Даже вот такие вот проставочки, на которые и ставится собственно рама. Переходим к мозгам коптера. Я решил взять вот такую вот комбо сборочку. Это регулятор 4 в 1 от HobbyWing. 40 ампер. Очень популярный регулятор. Считается очень хорошим регулятором. Достаточно качественным. Решил не скупиться в этом деле. И купить собственно и регулятор, и мозги тоже от HobbyWing. Чтобы они вместе хорошо дружили. И собственно говоря, хорошо работали. Я надеюсь, что с ними проблем у меня не будет. Далее, моторы. Моторы взял тоже HobbyWing. Это моторы 2205 на 2600 кВ. Раз уж мозги и регуляторы я использую HobbyWing, то и моторы соответственно тоже взял HobbyWing. Потому что, повторюсь, качество меня их очень сильно устраивает. Они мне очень сильно нравятся. Я надеюсь, что и с моторами у них для коптеров тоже никаких проблем не будет. К тому же на YouTube есть достаточно много роликов, где используют такие движки. И в принципе народ очень доволен им. Курсовую камеру я буду использовать Runcam Micro Sparrow. Обзор на эту камеру у меня есть на канале. Можете посмотреть. Она является микрокамерой, очень маленькой. И собственно рама револьвера, она заточена именно под микрокамерой. Ставится она здесь вот вперед. Так смотрит наверх. Очень все компактно и очень все качественно. Видеопередатчик я буду использовать и чайновский TS5828L на 600 мВт. Пока буду использовать его. Посмотрю, как он себя покажет. Если все в порядке, то собственно он на нем и останется. 600 мВт меня вполне устраивает. Но в дальнейшем планирую переход на систему 1,2 ГГц. Антенны взял Foxir Lollipop. Очень маленькие компактные антенки. Опять же по совету Аника. Достаточно неплохие. Почему взял именно их? Потому что у них есть такая возможность установки в заднюю часть рамы. Здесь на 3D принтере напечатают специальную обойму крепления для нее. И соответственно она уже будет крепиться к передатчику. И никуда не будет отваливаться, отлетать, отрываться. Также взял для пробы вот такую вот антенну Reolag Triple Fit Patch. Она будет крепиться на шлем. И на шлеме будет работать. Имеет очень хорошие показатели. Хорошие отзывы. Пока еще сам не тестировал, не смотрел. Но посмотрим, надеюсь будет все хорошо. Аппаратуру. Аппаратура у меня была раньше Radio Link. Но я ее продал и купил себе всем известный Fersky Taranis X7. Стандартная, достаточно простая аппаратура. Имеет очень много функций. Очень хорошо заточена под сам коптер. Для нее же я взял маленький вот такой вот приемничек микро. Очень-очень маленький, компактный. Самое то, что собственно мне и нужно. Также, почему еще взял Taranis? Потому что у меня есть возможность установки других модулей связи. В дальнейшем есть идея сделать дальнобойную систему километров на 10, чтобы можно было летать. Это уже в будущем. Ну и аккумуляторы. Взял 5 штук. Гаунэнги. Тоже имеет хорошие отзывы. Плюс на Banggood была скидка. Поэтому урвал их со скидочкой. Вышли достаточно мне очень бюджетненько. 1300 мАч. 120C. Вообще по отзывам в принципе в интернете очень хорошие о них. Поэтому я думаю у меня тоже будут работать. Ну посмотрим, как себя покажут. Если что, можно будет перейти на другие. Вот собственно такие комплектующие, которые я подобрал. Это типовое решение, к которому я буду отталкиваться. А теперь у меня вопрос к вам. Нужно ли вам снимать сборку этого квадрокоптера? Либо можно просто собрать и в общих деталях вам рассказать, как все это происходило. Просто на самом ютубе видео по сборкам очень уже много. К тому же есть более профессиональные ребята, кто занимается конкретно коптерами. И более профессионально об этом рассказывают. Я же в этом деле еще дилетант. Поэтому учить кого-то собирать коптеры, ну кто бы меня научил на самом деле. Поэтому пишите в комментариях свой вариант ответа. Надо снимать видео о сборке или не надо снимать видео о сборке. А на этом у нас сегодня все. Все ссылочки на все комплектующие будут в описании. Ну а с вас палец вверх и ждите следующего видоса. До скорой встречи. Всем пока.